В эфире Лицкого телевидения первый в 2021 году выпуск информационной программы события. И начинаю тот год я, Алексей Водейко. Здравствуйте! Сегодня в материалах наших корреспондентов. 2021-й встретили спокойно. В новогоднюю ночь и первые дни января на Литчине не зарегистрировано чрезвычайных происшествий. Лида должна быть победителем. На Гродничине дан старт голосованию в конкурсе на лучшее новогоднее оформление под названием «Зимние огни». Чудеса на Рождество. Представители Лицкого райкома БРСМ в компании Деда Мороза и Снегурочки вручают подарки от участников благотворительной акции. 2021 год в Беларуси – год народного единства. Беларусы должны показать свою сплоченность, взаимопонимание и уважение друг к другу. Личане поддерживают решение президента объявить 2021 год годом народного единства. Беларусь – многонациональное и многоконфессиональное государство. Так исторически сложилось, что белорусская земля стала домом для многих народов. На территории нашей страны живут представители разных национальностей, которые стараются сохранить свою индивидуальность через традиции, обычаи, культуру, религию, родной язык. Но несмотря на национальные особенности каждого народа, всех нас объединяет любовь к нашей белорусской земле. Наше единство заключается в общих духовно-нравственных ценностях – гостеприимстве, трудолюбии, радушии, взаимопонимании, готовности оказать помощь ближнему, заботе о детях. Говорят, хочешь узнать будущее страны, загляни в ее прошлое. Небывалое единство проявил наш народ в годы Великой Отечественной войны, когда представители разных национальностей плечом к плечу защищали белорусскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Вместе восстанавливали страну из руин. Этим событием посвящена одна из экспозиций музея средней школы номер один города Лиды. В настоящее время особую значимость приобретает изучение истории и культуры нашего белорусского государства. Очень важно научить подрастающее поколение ценить мир и уважать наши национальные традиции. Беларусь всегда была сильна единением, а в единении одна из главных задач – это народная культура, народные традиции. На Лидчине реализуются культурные программы, которые направлены на развитие традиций не только белорусов, но и других национальностей, проживающих в нашем регионе. Традиционный фестиваль национальных культур – это чудесная и уникальная возможность наблюдать современное созвездие талантов представителей разных национальностей, которые живут в Беларуси и работают в ней. Соприкосновение с культурой других народов, чувство личной значимости и востребованности каждого гражданина нашего государства сплачивает нас в одно целое. Культура разных народов объединяет нас еще сильнее, позволяет узнавать что-то новое, бережно относиться к своим традициям и истории, чтобы всегда оставаться культурной нацией и быть частью единства с другими. Без прошлого невозможно будущее, и задача нынешнего молодого поколения не только сохранить традиции и культуру нашей национальности, но и приумножить ее. Создавать новые ценности, опираясь на старое, беречь, дорожить и любить свою культуру и свою страну. К другим темам. Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту умышленного приведения в негодность путей сообщения. По данным следствия, поздно вечером 29 декабря бетонным столбом был перекрыт участок железнодорожного пути на территории Лидского района. Машинист пассажирского поезда Гродно Гомель заблаговременно принял меры к торможению, однако столкновения избежать не удалось. Благодаря его внимательности пассажиры не пострадали и поезд проследовал далее по маршруту. Аналогичным способом были приведены в негодности и железнодорожные пути в Лиде в направлении Гродно, по которым ехал товарный состав. Его машинист тоже принял меры к экстренному торможению, но избежать столкновения не удалось. Я ехал на рейс Лидомосты, это вывозной поезд, отправился я в 22-25 минут и буквально проехав переезд, первый, который за депо в сторону Хасановской, Я за 120-130 метров вместе с помощником машинистом мы обнаружили посторонний предмет, столб железобетонной конструкции, который находился на рельсовом полотне. Он лежал перпендикулярно рельсовому полотну и когда увидели этот столб, там кривая, я применил экстренное торможение, скорость была 32 км в час, наезд на посторонний предмет предотвратить не удалось. Переехал, мы остановились, помощник выбежал осматривать тепловоз, ходовую часть тепловоза, я доложил дежурной по станции, что применил экстренное торможение. И потом по приходу помощника машиниста, когда мне доложил, что все в порядке, я по инструкции вышел сам осматривать тепловоз. Данный столб оказался под четвертым вагоном, его раскрошило, помощник машиниста оттащил, убрал его в сторону. Я потом, соответственно, доложил диспетчеру поездному, ну и было доложено, сообщено в ВВДТ, в милиционном транспорте. Я как бы недавно только работаю машинистом, в должности машиниста с сентября месяца. Это вот первый единичный случай, надеюсь, последний. По данному факту также возбуждено уголовное дело. В обоих случаях проводится работа по установлению лица, либо лиц, совершивших данное преступление. Новый год жители Гродненщины встретили без чрезвычайных происшествий. Такую информацию дают в управлении внутренних дел Гродненского облсполкома. Новый год Гродненщина встретила в стиле настоящего душевного праздника. Несмотря на отсутствие всей атрибутики зимы, Гродненская область встретила Новый год исключительно в позитивном настроении. Без преступлений и происшествий. В местах массового отдыха граждан царила обстановка тепла и взаимопонимания. А принимаемые органы внутренних дел меры по обеспечению безопасности адекватно воспринимались присутствующими. Спасибо вам, что эти большие выходные прошли в праздничной и уютной атмосфере. Мы искренне верим, что этот год пройдет в атмосфере добра и любви друг к другу. Без разделения общества на своих и чужих. Отдельно благодарим всех за то, что правопорядок снова вернулся в наш прекрасный принеманский край. Спокойно было в новогоднюю ночь и в Лиде. Если что и испортило настроение литчанам, так это погода. Она была совсем не зимней. Да и к тому же шел дождь. Как и обещали синоптики, в новогоднюю ночь пошел дождь. В Лиде он начался в половине первого и спустя четыре часа сменился мокрым снегом. Однако это не помешало литчанам отправиться к главной елке. Охрану общественного порядка у нее, как и во всем нашем регионе, осуществляли сотрудники Лидского отдела внутренних дел. В первую ночь и первый день 2021 года преступлений ими зарегистрировано не было. Однако в последний день уходящего года в одном из населенных пунктов Лидского района было совершено преступление. 2 января 2021 года было возбуждено уголовное дело по статье 144. Это у нас причинение смерти по неосторожности. По обстоятельствам в одной из деревень Лидского района 31 декабря был обнаружен труп женщины. Вроде бы без видимых телесных повреждений, но после вскрытия, которое было проведено 2 января, были обнаружены телесные повреждения, с которым была и связана смерть. Уже разбираясь с сотрудниками уголовного розыска, было установлено, что данное телесное повреждение этой женщине причинил родной сын. В ходе распития спиртных напитков у него возник конфликт с матерью, он ее толкнул и она упала, ударившись головой о предмет мебели, отчего в принципе образовались телесные и впоследствии она скончалась. И новогодние ночи, три первых дня нового года были спокойными для лидских спасателей. Выездов у них не было, но они были готовы при необходимости оказывать помощь. А вот по Гродненской области за первых три дня 2021 года произошли 4 пожара, на которых погибли 3 человека. Основная причина гибели людей на пожарах – неосторожное обращение с огнем при курении. На момент возникновения возгорания практически 90% погибших находятся в состоянии алкогольного опьянения. Важно отметить, что опасно не только курить в постели, но и курить, сидя в весне или на диване. Порой курильщик попросту засыпает. И в этом случае не миновать с беды. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь близких. Помните, что маленькая сигарета может привести к большой беде. В новогоднюю ночь в Лидии дежурили пять снарядов ГАИ. К сожалению, без нарушений правил дорожного движения не обошлось. Были заставлены четыре протокола. В основном за езду без права управления. Всего же за три первых дня января в Лидии и Лидском районе к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечены 32 водителя. Из них четыре управляли автомобилем, не имея разрешения на это. Пять проигнорировали использование ремня безопасности. Один водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. И четыре сели за роль после выпитого спиртного. За выходные дни в регионе зарегистрированы семь ДТП, в которых автомобили получили механические повреждения. Госавтоинспекция личности с 25 декабря по 10 января проводит мероприятие, направленное на предупреждение пресечения фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями. Только за праздничные и выходные дни к административной ответственности за такие нарушения было привлечено четыре водителя, у которых в парах выдыхаемого воздуха содержание тилового спирта было больше двух промилле. В первом случае сотрудникам ГАИ пришлось преследовать автомобиль Ауди А4, которым управлял житель Лиды 1981 года рождения, у которого в выдыхаемом воздухе было 2,34 промилле. Данный гражданин уже привлекался за данное правонарушение в 2013 году. В очередной раз хотелось бы обратиться ко всем литчанам. Уважаемые литчане, прежде чем садиться за руль в нетрезвом виде, задумайтесь. Ведь есть множество способов добраться из точки А в точку Б. Что касается административной ответственности за данное правонарушение, то она одна из самых суровых. Хуже того, что в последующем придется и вовсе на три года забыть об автомобиле и стать пешеходом. Уважаемые граждане, если вы видите, что за руль транспортного средства садится нетрезвый водитель, просьба сообщить по номеру телефона 102. Ведь может именно ваш звонок спасет чью-то жизнь. Тихо в новогоднюю ночь было в Лидском роддоме, да и весь первый день Нового года прошел спокойно. Первый ребенок в 2021 году здесь родился лишь в 19-20. Это была девочка весом 3 килограмма 400 граммов и ростом 54 сантиметра. Она первенец в семье Ятко из Лиды. 2 января в Лидском роддоме на свет появился мальчик, а третьего и мальчик и девочка. Станция скорой медицинской помощи в Лиде в прошедшие выходные работали в штатном режиме, однако вызовов было несколько больше, чем в обычные дни. За пятницу, субботу и воскресенье их поступило 426. В новогодние праздники скорая помощь работала в обычном режиме. На выезде было, как обычно, 11 бригад. За сутки 2021 года, за 1 января, поступило всего 136 вызовов. Это на два вызова меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Первый вызов в этом году поступил в 0,40 в деревню Красновце по поводу высокой температуры у ребеночка 9 месяцев. Выбыла педиатрическая бригада, осмотрела ребенка, оказала первую медицинскую помощь и ребенок с улучшением оставлен дома. Даны рекомендации по дальнейшему лечению. Было 7 вызовов к пациентам в состоянии алкогольного опьянения. Но немножко радует, что за аналогичный период прошлого года было 13 вызовов за сутки первого нового года по поводу алкогольного опьянения. А в этом году 7 вызовов. Не обошлось и без того, что одна бригада скорой помощи встретила Новый год в пути следования на станцию после оказания медицинской помощи пациентке на Гастелло по поводу высокой температуры. Вызов был до 12, но бригада оказала помощь и вернулась уже на станцию в Новый год. На этой неделе отдыхать белорусы будут с четверга по воскресенье. Медики просят в большие выходные не забывать о своем здоровье и подумать, как организовать праздник так, чтобы он не был омрачен визитом к врачу или визитом врача на дом. Хочу рекомендовать пациентам, которые имеют хронические заболевания, заранее посмотреть, есть ли у них препараты. Если они не заканчиваются, это можно сделать в поликлинике, выписать заранее рецепты. Потому что, к сожалению, очень много поводов к вызову. Говорят, закончились таблетки, не успел сходить к врачу. Все это реально сделалось до выходных. 7 и 10 января в Лицких поликлиниках выходные дни. А вот в пятницу 8 января и в субботу 9 они будут работать по графику субботы. На Гродненщине дан старт голосованию в конкурсе на лучшее новогоднее оформление под названием «Зимние огни». Оставить свой голос можно на сайте газеты «Гродинская правда» до 0 часов 14 января. По итогам интерактивного голосования и решения жюри будет определен один победитель в каждой из 10 номинаций. Личина представлена во всех, но первого места она уж точно достойна в номинациях «Лучшее оформление новогодней елки» и «Лучшее новогоднее оформление городов областного и районного подчинения». Личане, давайте докажем всем, что новогодняя елка в Лиде – лучшая в области, а огни в Лиде – самые яркие. Голосуйте сами и приглашайте принять участие в голосовании других. Победа должна быть нашей. Продолжаем выпуск. В Беларуси новый апостольский администратор Минско-Могилевской митрополии. Им назначен уроженец Пружанского района, генеральный векарий Пинской римско-католической епархии, епископ Казимир Великоселец. Отметим, накануне папа римский Франциск принял отставку Тадоушек Андрусевича, которому 3 января исполнилось 75 лет. Лидский райком БРСМ передал подарки адресатам от участников благотворительной акции «Чудеса на Рождество», которую ежегодно, накануне Нового года, проводят Белорусский Республиканский союз молодежи и Белорусская Республиканская пионерская организация. Напомним, она стартовала 25 декабря и будет длиться по 10 января. Ее участники оставляют подарки детям, которые находятся в сложной жизненной ситуации. В специальных коробках, установленных в Лиде, в магазинах «Дом торговли» и «Книжный мир» и в магазине «Книжный мир» в Березовке. Благотворительную акцию «Чудеса на Рождество» лечане всегда поддерживали. На этот раз тоже было собрано немало подарков для детей. Их оставляли в специальных коробках в магазинах в Лиде и Березовке, а также покупали коллективы предприятий и организации региона. Активно подключились к сбору подарков и учащиеся учреждения образования. Для ребят были собраны школьные принадлежности, спортивный инвентарь, настольные игры и игрушки. Адресатом их передавали представители Лидского райкома БРСМ в компании «Деда Мороза и Снегурочки». Сразу они направились в районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и вручили подарки его воспитанникам. Чтобы дети почувствовали праздник, гости с ними поиграли, а также пригласили попеть и потанцевать. К Новому году к нам приходит очень много людей, которые хотят сказать добрые слова нашим деткам, которые хотят пожелать чего-то светлого, нового, конечно же, здоровья. С районным комитетом БРСМ мы сотрудничаем постоянно, вот они у нас были и осенью, поэтому мы всегда рады видеть их у нас в гостях. И благодарим за то, что они с нами сотрудничают и дарят хорошее настроение и детям, и нам, педагогам. Ну и, конечно же, за подарки, которые они принесли для наших детцев. Из Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации веселая компания направилась в детские дома семейного типа. Их в Лиде два. В одном 12 ребят, в другом 11. Гостей они встречали радушно. В семье Горбач даже приготовили представление и удивили семейным оркестром. В канун Нового года в детских домах семейного типа гости бывают практически каждый день. Но ребята и их родители не устают всем читать стихи и петь песни. Были рады они и представителям райкома БРСМ. Но особенно приветствовали Деда Мороза и Снегурочку. Которые пришли поздравить мальчишек и девчонок и вручить им подарки. Дети мои без ума от того, что вновь у них наступают праздники, волшебства. Благодарственные мы всегда будем БРСМ, потому что они всегда рядом с нами, какой бы ни был праздник. Но Новый год – это особенный праздник. Они дарят чудеса детям. И хотелось бы, чтобы все детки окунулись в этот новогодний чудесный праздник, чтобы каждый получил какой-то подарок и чтобы у него сбылась какая-то своя мечта. Данута и Виктор Гурчин работают родителями-воспитателями в детском доме семейного типа с момента открытия таких в Лиде. А событие это произошло в последние дни 2009 года. С тех пор они выпустили в самостоятельную жизнь 20 мальчишек и девчонок. Сегодня воспитывают трех девочек и девятерых мальчиков. Самому маленькому 4 года, а самому старшему 16 лет. Но несмотря на возраст, все дети ждут Новый год и подарки. Всегда ребята ждут чудо. И, как правило, у нас всегда это чудо исполняется. Почему? Потому что к нам приезжают гости с подарками. А ребята очень благодарны за такое внимание со стороны общественности нашего города и района. Большое спасибо всем за организацию, за то, что не оставляется наших ребят, наш дом без внимания. Хочется поздравить всех присутствующих здесь и тех, кто организовывает нам эти праздники с Рождеством, с Новым годом. Пожелать вам и вашим семьям мира, добра, любви. Пусть и в ваших семьях будет каждый день, каждый год вот это рождественское чудо. В рамках благотворительной акции «Чудеса на Рождество» в Лиде, кроме воспитанников Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и детских домов семейного типа, подарки уже получили ребята из детского социального приюта. Пациенты педиатрического отделения Лидской центральной районной больницы. И дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. На протяжении месяца волонтерские отряды Союза молодежи создают сказку и уносят радость в будни, исполняют самые заветные желания каждого воспитанника социального учреждения. И вот и сегодня мы организовывали праздничную программу и выступали перед детьми домов семейного типа и Лидского центра коррекционно-развивающего обучения, провели игры, конкурсы, подарили ребятам приобретенные жителями нашего города игрушки и канцелярские товары. И самое главное, мы подарили им праздничное настроение. На данный момент помощь оказана 92 ребятам. Все неравнодушные еще могут принять участие в этой акции. Она продлится до 10 января. Коробки, в которых легчане и березовчане могут оставлять свои подарки для последующей передачи детям, сиротам, детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей, находятся в магазине Дом торговли. Водили игрушки в магазине «Книжный мир», а также в магазине «Книжный мир» города Березовки. И приносить подарки можно и к нам по адресу улицы Советская, 9. Акция «Чудеса на Рождество» продолжается. Однако делать подарки детям можно не только к таким волшебным праздникам, как Новый год и Рождество. Дети ждут сюрпризов круглый год. И делать их никогда не поздно. Об этом стоит помнить взрослым. В Лиде продолжается акция «Рождество без абортов», организованная священниками Лицкой епархии и врачами, акушерами-гинекологами Центральной районной больницы. Она проходит с 25 декабря по 11 января. Ее главная цель – сохранить жизнь ребенку и здоровье его маме. К данной акции сегодня присоединился и Лицкий автопарк. На одном из его автобусов, курсирующем по городским маршрутам, размещены мотивационные надписи и картинки. Они уж точно должны повлиять на женщину, которая хочет сделать аборт, отказаться от такого решения. Этот автобус появился тоже с желанием заострить на проблеме именно абортов. Почему здесь у нас такие прекрасные дети? Потому что они появились на свет. Но, наверное, сколько таких прекрасных детей, к сожалению, не увидело в жизни. И вот эта акция призывает еще раз заострить на это внимание, задуматься не только матерям, но и отцам. Потому что, к сожалению, иногда мать идет по давлению или принимает это такое решение. И, конечно же, хотел бы призвать наших дорогих женщин, что она по сути своей женщина призвана к материнству. И я в своей жизни, как пастырь, ко мне, так скажем, приходят многие женщины уже после этого, как сделали аборт. И, знаете, ни одной женщины не встретил, чтобы она как-то не переживала об этом. Все они сожалеют об этом. И все говорят, вот если бы можно было вернуть это обратно, я бы этого никогда не повторил. К сожалению, иногда под каким-то влиянием обстоятельств, где-то, наверное, может и условий, я имею в виду семейных, да, и социальных, к сожалению, женщина идет на этот поступок. И потом, вот, когда она уже осознает, что она сделала, это очень тяжело на самом деле на душе человеку. И, конечно, чтобы этого не произошло, очень важно понимать, что если Господь дает ребенка, он даст и на этого ребенка, как говорят святые отцы. И поэтому я желаю всем нашим женщинам, чтобы они понимали, что ребенок, это на самом деле, может быть будущим профессором, да, или будущим военным, или врачом, учителем. А от нас зависит, вот дадим мы жизнь этого ребенка. Во время проведения акции «Рождество без абортов» во всех православных храмах Лиды служатся молебны за людей, которые решились на аборт. В последний день акции, 11 января, в храме всех святых, расположенном в Лиде на улице Островского, в 18 часов состоится молебен, возглавит который епископ Лидский Сморгонский Порфирий в сослужении духовенства Лидского благочения. И на сегодня у меня все. После прогноза погоды смотрите завершающий выпуск проекта «Объективно». Мы же на Лида ТВ встретимся завтра в 19 часов. Да, и не забудьте проголосовать за нашу красавицу, новогоднюю елку, я это уже сделал. До свидания.